В здании научной библиотеки Казанского федерального университета прошла конференция «Россия-Китай. История и культура». В здании научной библиотеки Казанского федерального университета прошло открытие пленарного заседания Международной научно-практической конференции «Россия-Китай. История и культура». На пленарном заседании форума проводили параллели между достижениями прошлого и будущего, обозначив университет как место зарождения целых научных школ. Например, именно Казанский федеральный университет стал колыбелью отечественного востоковедения. Только с созданием федерального нашего Казанского университета перед Казанским научным сообществом была поставлена амбициозная цель не только воссоздать былые традиции, но и стать, или попытаться тогда стать ведущим центром отечественной ориенталистики. Хочется напомнить, что это 14-я по счету Международная научно-практическая конференция России-Китая «История и культура». В этом году мероприятие было посвящено таким важным историческим событиям, как столетие со дня образования Коммунистической партии Китая и Китайской Народной Республики и 20-летие подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Также состоялись открытые лекции ведущих ученых Российской Федерации и Китайской Народной Республики по вопросам развития взаимодействия России и Китая. Мероприятие прошло в онлайн и оффлайн форматах. Развитие экономики Китая и на среде китайско-российской дружбы, передающиеся из поколения в поколение, могут предоставить широкие возможности для вашего личностного развития. Данная научно-практическая конференция является ежегодным мероприятием и уже получила достаточную известность в научной среде. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюз.